Друзья, всем привет! Сегодня будем готовить черемуховый торт со сметанным кремом. Это классический рецепт, и мы немножко внесем в него корректировку. У всех проблема с тем, чтобы взбить сметану, поэтому мы ее смешаем со сливками жирными. И она хорошо у нас взобьется, и крем отлично ляжет. Посмотрите, какая красота должна получиться. Для приготовления коржей нам потребуется 270 г пшеничной муки, 150 г сахара, 150 г размягченного сливочного масла, 50 г сметаны, 3 яйца, пакетик разрыхлителя, 2 г соли и, собственно, сама черемуховая мука. Мы ее берем 150 г и заливаем 250 мг кипяченым молоком горячим. Я уже это заранее сделала, она у меня стоит 2 часа в теплом месте стояла, настоялась, и ее уже можно использовать для приготовления. Черемуховую муку мы заливаем кипяченым горячим молоком, для того, чтобы она разбухла и уже в готовом торте мы не чувствовали кусочки косточек, которые попадают тоже в муку, иначе они будут у вас хрустеть. Для начала мы разобьем 3 яйца в чашу для взбивания и высыпаем сразу весь сахар. Все это нам нужно взбить в хорошую пену. Вот такая хорошая побелевшая масса у нас должна получиться. Добавляем размягченное сливочное масло. И еще немножко взобьем. Просто до однородности смешиваем и теперь добавляем все остальные ингредиенты. Муху обязательно просеиваем пшеничную. Туда же сметану, соль, черемуховую муку с молочком и пакетик разрыхлителя. Теперь все это хорошо нужно вымешать. Делаем это уверенно, но аккуратненько. Складывающими движениями снизу поддевая и в центр. В черемуховой муке стоит аромат обалденный. Запах стоит как будто вишневые косточки. За что я люблю этот тортик, что он мне напоминает вишню с косточками. Говорят, что оно еще придает вкус тортику шоколада. Вот такое тесто должно получиться. Мы должны его поделить на три части. Будем выпекать три коржа. Мы тесто разделили на три равные части. У меня тесто получилось где-то килограмм 140 грамм. Вот по 380 я его грамм разделила, чтобы выпечь три одинаковых коржика. По возможности разравниваем тесто аккуратненько. И отправляем в духовку выпекаться. Духовка у нас должна быть разогрета на 180 градусов. Печь все будет где-то минут 30. Проверяйте шпажкой. В середину втыкайте. Если она сухая, значит корж готов. Проверяйте, начиная минут через 20 от начала выпекания. Отправляем в духовку. Вот прошло как раз полчаса. Проверяем готовность. Вот шпажка сухая. Можно доставать. Коржик аккуратно из формы вынимаем. И ему нужно охладиться до комнатной температуры. Смотрите, какой красивый коржик получился. Остывшие коржи затягиваем пленкой пищевой. И отправляем в холодильник. Часа на 4, как минимум, а лучше на ночь. Отправляем охлаждаться. Итак, друзья, у нас с вами коржи простояли всю ночь в холодильнике. И теперь можно заняться кремом. Здесь у меня 200 грамм сметаны охлажденной. Туда же вливаем 200 грамм жирных сливок от 30%. Ну, где-то так. И туда же отправляем сахарную пудру. Здесь по вкусу. Если любите послаже, побольше. Если не очень сладко, поменьше. Я где-то 70 грамм добавляю. Мы любим вот так. И хорошенечко теперь все это взбиваем. У нас должна получиться пена густая. Вот достаточно густой у нас крем с вами получился. За счет того, что мы добавили с вами сливки. Минут 10 я где-то примерно взбивала. Вот, посмотрите, какая консистенция получается. Теперь мы крем с вами перекладываем в кондитерский мешок. Вот наши коржики. Я хочу немножко их подровнять. Срезать шапочку. Аккуратненько. Так вот мы коржик сравняли. Это, в принципе, не обязательно. А вот эти кусочки я буду использовать для посыпки верхушечки. Теперь собираем тортик. Я буду это делать в кольце. Но это не обязательно. Можно их просто сразу на тарелочке. Выкладываем первый коржик. И отсаживаем крем. Мне удобно это делать с помощью мешка кондитерского. Но можно, в принципе, выкладывать ложкой. Это не принципиально. Просто так получается равномернее. Немножко разравниваем лопаточкой. Заполняем пустоты. Выкладываем второй слой. У меня тут коржик чуть-чуть сломался. Может, страшно. Мы его в середку положим. Вот так. Немножко придавливаем. Притапливаем. Следующий слой крема. Выравниваем лопаточкой. И выкладываем следующий корж. Последний. Отправляем в холодильник на пару часов настояться. Наш торт постоял два часа в холодильнике. Настоялся, пропитался. И, в принципе, уже можно подавать к столу. Посмотрите, какой он красивый. Но я хочу немножечко его еще украсить. Здесь у меня взбитые белки. Я немного смажу. Здесь у меня крошка, которая оставалась от коржей. Я вот так вот сбоку обсыпаю. И я заготовила для украшения вот такие вот штуки. Это фундук в карамели. Хочу их посередине торта поставить. Вот такой оригинальный у нас получился с вами черемуховый торт. Со сметанным кремом. Давайте его теперь разрежем. Посмотрите, какая красота. В разрезе четкие, красивые у нас с вами коржи и крем сметанный.